Здравствуйте, уважаемые читатели! Отдел литературы по искусству представляет вашему вниманию видеообзор книжной выставки «Опера. Руслан и Людмила», посвященная 180-летию со дня мировой премьеры, которая состоялась 27 ноября 1842 года в Большом каменном театре в Петербурге. На выставке представлены различные книги, нотные издания, а также виниловые пластинки с оперой композитора. Премьера Руслана и Людмилы была назначена в день шестилетней годовщины постановки другой оперы «Глинки. Жизнь за царя». Газеты писали о необыкновенных технических эффектах и роскошных декорациях знаменитого художника Андреаса Роллера. Билеты были распроданы на четыре представления вперед. Премьера, тем не менее, прошла без шумного успеха, но уже в свой первый сезон была дана 32 раза. И хотя в начале сценической жизни опера не произвела такого эффекта, который Глинка ожидал от своего лучшего, по его собственному признанию, сочинения, в дальнейшем она всегда заняла почетное место в репертуаре музыкальных театров, а увертюра стала одной из самых исполняемых в мире. Замысел оперы в значительной степени отличается от литературного первоисточника. В гениальной юношеской поэме Пушкина, основанной на темах русского сказочного эпоса, присущи черты легкой иронии, шутливого отношения к героям. От такой трактовки сюжета Глинка решительно отказался. Он создал произведение эпического размаха, исполненное больших мыслей, широких жизненных обобщений. В опере воспеваются героизм, благодарство чувств, верность в любви, высмеивается трусость, осуждаются коварства, злоба и жестокость. Через все произведения композитор проводит мысль о победе света над тьмой, о торжестве жизни. Традиционный сказочный сюжет с подвигами, фантастикой, волшебным превращениями Глинка использовал для показа разнообразных характеров, сложных взаимоотношений между людьми, создав целую галерею человеческих типов. Среди них рыцарский благородный и мужественный Руслан, нежная Людмила, вдохновенный Баян, пылкий Ратмир, верная Горислава, трусливый Фарлав, добрый Финн, коварная Наина, жестокий Черномор. Идеи произведения «Торжество светлых сил жизни» раскрываются уже в Увертюре, в которой использована ликующая музыка финала оперы. В среднем разделе у Увертюры возникают таинственные фантастические звучания. На этом наш обзор завершен. Благодарим всех за внимание!